Чтобы заказать видео-упаковку или же для того, чтобы сделать себе красивые обложки, даже если вы просто делаете сайт, вам часто может понадобиться фирменные цвета. Не все знают, как их подбирать, не все чувствуют цвет, поэтому есть специальные программы, которые упрощают эту задачу и вы можете, в принципе, не обладая какими-то особыми навыками дизайнера, подобрать себе цвета абсолютно самостоятельно. Рассмотрим на примере четырех программ, как это сделать. Начнем с первого сайта, то есть это все можно сделать в онлайне, от Adobe, цветовой круг. То есть мы видим цветовой круг и видим варианты, какие мы можем выбрать настройки, то есть последовательная, монохромная, трехугольная, комплементарная, составная, оттенки и произвольные. То есть это все интуитивно. Вы когда понажимаете, посмотрите, вы поймете, что вам ближе, что вам больше хочется. То есть последовательно это цвета все идут рядышком. Монохромная – это вдоль одного цвета, да, то есть и его разбеление, и его затемнение. Трехугольная – это три цвета, которые расположены вот так, трехугольничком на круге. То есть вы хватаетесь за кружочки и можете выбирать или более разбеленные оттенки, или более яркие. Вот так, соответственно, прокручивая, видеть, что у вас получается. То есть в центре у вас основной цвет, например, вы выбираете его и смотрите, какие вам подсказывает программа к нему подходящие. То есть комплементарно – это контрастные цвета, опять то же самое, да, вот видите, крутите и у вас подбирается. Три цвета, которые в одном оттенке и два ему контрастные. Составная – опять тут сложный такой алгоритм, да, но цвета тоже будет между собой сочетаться. Оттенки – это опять же подбираются оттенки для одного цвета, то есть вы выбираете цвет, например, вы не хотите большой разброс цветов, хотите, чтобы все было в таком красном цвете. Выбирайте красный и вам даются подходящие оттенки, с которыми можно работать. Произвольное, ну это уже понятно, что произвольное от слова произвольно, то есть то, что хотим. Тут вы уже сами берете, растягиваете и смотрите, нравится вам эти цвета или не нравятся. То есть таким образом у нас получается пять цветов, которые вы видите здесь и внизу прописан их цветовой код. Если вы заполняете сейчас брифт для заказа медиаупаковки, то именно вот эти буквенно-числовые значения вам и следует указать в соответствующем пункте, когда вы уже выберете ваши цвета. Еще один способ, как в этой, на этом сайте, в этой программе подобрать все цвета – это извлечь их изображение. То есть, например, у вас есть логотип и вы хотите узнать, какие из этого логотипа цвета можно использовать в вашей медиаупаковке. Как это делается? Вы просто скачивайте свой логотип себе на компьютер. Например, логотип нашего канала «Бесплатная школа видеоблогера». Мы просто его перетаскиваем в область и мы видим, что программа сама разложила нам изображение на те оттенки, которые в нем используются. То есть здесь один цвет белый, два оттенка красных, такой со старинной бумагой и черный, можно сказать темно-серый, но почти черный. Вы сюда можете включить любое изображение. Например, вам нравится какая-то просто фотография и вы хотите, чтобы ваш канал был в таких оттенках. Например, если ваш канал про природу, да, вы находитесь тогда просто фотографию соответствующей природы, сюда ее перемещаете и смотрите, что получается. Например, найдем «Зимний пейзаж». Например, вы хотите, чтобы ваш канал был такой вот холодный, зимний. Снимаете, например, видео про то, как жить там за полярным кругом. Просто выбирайте картинку, которая вам по цветам нравится, красивая. Сохраняете ее себе на компьютер, заходите в эту программу, точно также с компьютера перетаскиваете и смотрите, да, какой цветовой ряд подобрала вам программа. Вот таким образом, опять же, можете менять настройки, смотреть, как это получается. Затем, когда вы уже определились, что, например, вы хотите с этой картинки вот эти цвета, переходите в цветовой круг и эти цвета сюда переносятся, и вы можете опять же их скопировать и записать. Но когда вы опять придете излечить изображение, эта масса утеряется, поэтому не забывайте все своевременно сохранять, чтобы не потерять результат своей работы. Это самая первая программа, на мой взгляд, она самая удобная, самая многофункциональная, но, конечно же, всегда есть аналоги, всегда есть другие ресурсы, которые тоже можно использовать. Следующий – это тоже сайт на русском языке. Все ссылки я оставлю в описании, можете перейти, попробовать выбрать та, которая вам больше понравилась, которая кажется вам проще по интерфейсу. Здесь у нас тоже есть всевозможные сочетания, да, то есть моно, контраст, триада, тетрада, аналогия и акцент-аналогия. То есть, опять же, хотите, чтобы все было приблизительно в одном оттенке, выбираете моно. И затем, вот тут на круге, тоже кружочек, выбираете, ищите свой основной цвет. То есть, основной цвет – это самое большое вот это окошко, которое вам больше по душе. То есть, вы можете, в принципе, так прокрутить, посмотреть, и если вам сердце ёкнуло, да, вы поняли, о, класс, вот эти цвета, хочу их видеть на своем канале, то выбирайте. Один раз нажав сюда, вы увидите, опять же, все цветовые коды, которые здесь используются. Опять же, можете скопировать и отдать дизайнеру, или когда заполняете бриф, то, опять же, именно вот эти цветовые значения вы сюда добавляете. Еще раз сюда нажав, вы опять в цветовом круге. То же самое с контрастом. То есть, вы видите основной цвет и контрастное к нему. Опять же, можете поискать просто в ручном режиме. Если у вас какой-то уже цвет, в принципе, есть, то вы можете, зная его код, сюда ввести значения, и вам тогда подберется нужные цвета. Все остальное тоже самое. Переходите, смотрите нужные цвета, и, соответственно, выбирайте, заполняйте то, что вам нравится. Точно такая же программа, но уже на английском языке. Очень похожий интерфейс, и, в принципе, все то же самое, но чуть-чуть больше дается оттенков. То есть, вы опять выбираете моно, триада, точнее, это, которые рядом стоящие оттенки, потом триада, четыре цвета, и у вас опять в квадратики все разбивается. И вы опять можете двигаться по кругу, выбирать нужные оттенки, а вот здесь они вам подсказываются. Если вот так вот нажать, то здесь, опять же, у нас в верхней строчке это нужный код. При наведении тоже он подсвечивается. Тоже здесь есть в виде шкал разбитые, то есть выбирайте тот формат представления, который вам понятен, который вам удобнее, и выбирайте себе цвета. И последний сайт, это опять же работа с изображениями, то есть, опять же, если вы хотите вытащить из изображения, то можно использовать вот этот ресурс. Наша картинка. Единственное, что тут уже будет делаться не по тому файлу, который у вас на компьютере, а нужно будет вставить ссылку этой картинке в интернете. То есть, вот мы опять загрузили эту картинку и получили разбивку цветов. Здесь совсем простой функционал. Опять же, все есть обозначения цветов в нужном формате, поэтому выбирайте тот, который вам понятен ближе. Но я рекомендую остановиться на coloradobe.com, потому что здесь совмещены и изображения, и по цветовому кругу, и, как по мне, самый такой простой интерфейс при большом количестве функций. Пишите свои вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok